В Якутии повысили зарплату работникам бюджетной сферы. Всего под увеличение попали 12 категорий. Их список был определен в майских указах Владимира Путина. В Якутии повышение коснулось порядка 60 тысяч якутян. Насколько бюджетники почувствовали увеличение зарплаты, узнавала Александра Охлопкова. Повышение заработной платы будет произведено по этапам. На сроки и проценты роста определены индивидуально для каждой категории. Первый этап состоялся 1 октября. Рост зарплаты составил от 4,8 до 69,5% в зависимости от уровня действующей заработной платы по отрасли. Если в среднем медицинские работники, то есть врачи получали 50-55 тысяч рублей, то в среднем у нас сейчас по нашей больнице 96-200 в среднем получилось. Ну и это же, конечно, подстегнет. То есть врачи будут заниматься действительно своим делом. То есть половину дня от работ не будут бежать там, допустим, на подработку так называемую. Надеемся, что это уйдет в прошлое, так как они будут достойно у себя на местах зарабатывать достойную заработную плату. Всего на повышение заработной платы в бюджетных учреждениях социального блока, а в этом и в следующем году в Якутии выделено 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Чтобы узнать, действительно ли повысилась зарплата и насколько мы обратились в учреждения медицины. В республиканской больнице номер 3 ежедневно трудится свыше 100 врачей и столько же среднего и младшего медперсонала. Отразилось, с 1 октября мы заметно улучшили, ну поняли, что пошло повышение заработной платы. В среднем у нас в больнице она составила от 80 до 100-10 тысяч рублей. Конечно, работники наши очень обрадовались, так как если, например, мы до этого получали 20-25 тысяч в среднем, то в сентябре месяца средний медицинский персонал, это медицинские сестры, стационары, поликлиники, получили от 40 тысяч до 70 тысяч рублей. Чтобы удостовериться в информации, мы узнали ситуацию и в афтезиатрии. Они также получили повышенную заработную плату. Зарплату мы получили в повышенных размерах, да, и средний медперсонал, и младший медперсонал, и врачи тоже. У нас была нехватка младшего медперсонала. Люди читают, все осведомлены, знают, что будет повышение зарплаты существенно, особенно для младшего медперсонала. И вот только в этом месяце к нам устроились уже три сотрудника, двое уже проходят медосмотр. Еще до увеличения зарплаты и по сей день в некоторых социальных сетях и по WhatsApp распространяют ложную информацию, якобы, что повышения не было. У врачей она составила 107 тысяч 546 рублей, у младшего медицинского персонала 45 тысяч 244 рубля, и для среднего медицинского персонала 53 тысячи 484. Отрадно заметить, что в дорожной карте раньше не было провизоров, это работники аптеки, и биологов, врачи, которые работают в лабораториях. И теперь наши вот эти специалисты, у них зарплата поднялась до 105 тысяч 826 рублей. Это, скажу, что это очень ощутимая прибавка, которой, возможно, кто-то и сомневался, возможно, кто-то и сильно ждал, но, тем не менее, это действительно не фейк. Это не фейковая новость, как мы сейчас нынче говорим, это действительно реалий сегодняшнего дня. В каждой отдельно взятой больнице есть свои ставки, надбавки, у медиков различные трудовые обязательства и уровень нагрузки. В целом у врачей заработная плата выросла на 180%, у среднего медицинского персонала на 90%, и у младшего на 80%. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем.